Здравствуйте, меня зовут Ева Лехцер. Рада всех приветствовать на своем канале. Сегодня текущий расклад будет только для женщин. Выполняю его по просьбе подписчиц. Называется он «Перспективы зачатия ребенка до конца года». Именно такой вопрос мы будем рассматривать. Но могу сказать сразу, колода уже сама настроилась на работу, потому что посмотрела дно колоды. Здесь падает семерка пентаклей, карта зачатия. Искренне надеюсь, что все-таки для кого-то эти надежды оправдаются. Сейчас я перемешаю, перетасу колоду при вас. Хочу напомнить, что я работаю как на прямых, так и на перевернутых арканах. У кого есть сомнения по этому поводу, погуглите, пожалуйста, информацию. Перевернутые арканы, их трактовки существуют. Так, ваша задача – расслабиться, настроиться на расклад, выбрать либо какой-то вариант, который вы заранее себе уже проговорили, продумали, либо ту карту, которая будет на вас смотреть. Напоминаю, что расклад вообще не является индивидуальным. Он напрямую зависит от наличия у вас интуиции и, соответственно, как мы с вами совместимы в плане энергопотока. То есть вы сопоставляете, проигрываются у вас мои онлайн-расклады, не проигрываются, и, ну, собственно, делаете выводы. Я всего выложу 8 вариантов. Вы настраиваетесь, выбираете, и мы смотрим, о чем нам говорят карты. Работать мы с вами сегодня будем на Арканум Тару. Кстати, когда вы мне пишите в комментариях, что-то у меня долго это ссылка карты и так далее, ребят, я настраиваюсь на работу, то есть для меня это неотъемлемый процесс. Мне нужно почувствовать вибрацию карты, несложно вам это объяснить. То есть я должна почувствовать, что карта входит со мной в контакт. Итак, давайте смотреть. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой варианты. Вся Аркана я вам обязательно покажу ближе, поэтому не переживайте, всем будет видно. Настраивайтесь на расклад. Я вам даже ставку ближе положу. И давайте смотреть. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, перспективы зачатия до конца года. К сожалению, здесь нет, потому что перевернутая восьмерка пентаклей, либо вы пустили вопрос на самотек, не собираетесь над ним трудиться, либо, скажем так, ваши усилия не дадут благотворного результата. Не могу сказать хорошо это или плохо, возможно, просто не пришло ваше время, или знаете, как береженого Бог бережет. Возможно, как говорят Арканы, ну не с тем партнером вы планируете это сделать. Так, для тех, кто выбрал второй вариант, перевернутая семерка жезлов. Здесь нет тоже ситуации зачатия, потому что эта карта, в принципе, на текущий момент отсутствует перспектив. И с позиции вашего здоровья она вам рекомендует обратить внимание на гормональный фон. Потому что здесь, скорее всего, причина кроется именно в этом. То есть, скажем так, создадите плодотворную почву для того, чтобы ваш ребенок, не только вы могли его зачать, но, соответственно, выносить. Поэтому здесь нужно обратить внимание именно на этот аспект. Для тех, кто выбрал третий вариант. А вот здесь однозначно да, с чем я выскренне поздравляю. Поэтому туз жезлов это карта начала, карта зачатия, карта деторождения. Поэтому все те, кто уповал, девочки, ваши надежды сбудутся. Я вам искренне от всей души этого желаю. Если действительно мы с вами сонастроены, у вас работает интуиция, вы выбрали верный вариант, то здесь однозначно это случится. Для тех, кто выбрал четвертый вариант. Королева кубков тоже однозначно да, потому что королева кубков – это тоже сигнификатор зачатия. Это карта плодородия, это карта материнства, картовые эмоции и в целом выхода на новый статус именно в гормональном фоне, то есть у перемена гормонального фона. Поэтому с позиции зачатия и деторождения однозначно да, до конца года зачатие состоится. Для тех, кто выбрал пятый вариант. Жрица. Вот по жрице информация от вас закрыта. То есть вам это по каким-либо причинам знать в принципе нельзя. Но в целом, если с позиции зачатия, жрица указывает на зачатие в 50% случаев, не всегда, при ряде сопутствующих арканов. Давайте я все-таки этот момент уточню. Есть ситуации, когда в определенных сочетаниях жрица действительно указывает на ситуацию зачатия и именно на зачатие девочки. Поэтому для вас я дотяну карту, чтобы эту ситуацию прояснить. Состоится ли зачатие до конца года. Но, к сожалению, по королеве лучей нет. Здесь, как говорит карта, вот даже с позиции совета, если у вас есть проблемы по гинекологии, обратите внимание, что вам нужно найти другого специалиста, более квалифицированного, который вам поможет в решении этого вопроса. Так, для тех, кто выбрал шестой вариант. Перевернутый маг. Ну, аркан отвечает сам за себя, однозначно нет, потому что, ну, видимо, не пришло еще ваше время, либо не сложились таким образом обстоятельства. То есть ваша задача здесь, возможно, что-то переоценить, либо переосмыслить, да, то есть готовы ли вы, можете ли вы, да, тот ли этот подходящий ли партнер для ситуации деторождения. Но до конца года, к сожалению, нет. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. Ну, однозначно да, седьмой и семеркой Пентакли. Боже мой, как чудесно. Еще в начале расклада вы видите, да, я вам показала, насколько колода настроилась на ваш вопрос. Однозначно да. Семерка Пентакли – это ожидание плодов своего труда. Это карта, сигнификатор зачатия деторождения. Потому что здесь те, кто ждут, однозначно да. А, семерка Пентакли – зачатие состоится. И для тех, кто выбрал восьмой вариант. Король кубков. По королю кубков зачатие проходит крайне редко. Я бы сказала так, в 30% случаев это не является арканом деторождения. Давайте уточним, поскольку все-таки сам по себе аркан позитивный, положительный. Так. Карта подскажите. Покажите, что состоится, не звучайте. Так, вот, давайте выбрали свой вариант. Так. Нет, девочки, видите, к сожалению, здесь нет. Здесь карты просто говорят о том, что, скорее всего, вы со своим мужчиной будете стараться по этому вопросу. Но отпустите эту ситуацию, потому что, ну, знаете как, есть такой еще момент психологическое бесплодие. Вот, скорее, в вашем восьмом варианте именно эта ситуация и проигрывается. Вот, когда вы сбросите с себя груз этих вот обязанностей, вот этого графика, секс по расписанию, да, либо там ряд лечений, либо еще какие-то. То есть, вы должны эту ситуацию отпустить эмоционально. Вот тогда у вас ситуация зачатия произойдет. Скорее всего, у вас будет мальчик. Вот такая вот ситуация. Так. Надеюсь, для вас расклад оказался продуктивным. Отписывайтесь, пожалуйста, впоследствии, все-таки состоялось у вас зачатие или нет. Буду вам признательна за обратную связь. Я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!